Азербайджан Как вы объясняете такое поведение в Аку? Азербайджан То есть это конкретно связано с предстоящим раундом переговоров в Варшингтоне? Возможно, можно сказать так, потому что все-таки сейчас, как и в Турции, Эрдоган победил на выборах. Это все-таки будет иметь смысл, определенное значение для азербайджанского-армянского диалога по Нагорно-Карабахскому конфликту. И потому что все-таки Эрдоган имел важную роль в прошлом. Ну и также и Европейский Союз, который тоже хочет решить данный конфликт и видит в том, что данный конфликт должен быть решен мирным путем. Вторая ложь, что распространяют бакинские смы. Якобы жители Нагорного Карабаха пользуются азербайджанским КПП в Лачине. Это тоже в той логике, да? Возможно, да, потому что, конечно же, во время войны, во время любой дезинформации используются для того, чтобы, как я и сказал, использовать эту дезинформацию как метод давления против Армении. Для того, чтобы, как я и сказал, Армения изменила свою позицию и точку зрения по переговорам, ну и также пошла на компромисс. И, возможно, это используется как метод давления, потому что в прошлом все-таки Турциями с Азербайджаном воспользовались всеми возможными методами против Армении. Ну и также потому, что Россия не имела никакую позицию по Нагорно-Карабахскому конфликту и, можно сказать, было больше на стороне Азербайджана. Кстати, российские бюллетины миротворцев как раз сообщают о обратном, что нарушает режим прекращения огня со стороны Азербайджана. Конечно же, бывают разные точки зрения, но все равно мы вспоминаем, как Россия все-таки имела независимую позицию по Нагорно-Карабахскому конфликту. Можно сказать, что больше была на стороне Азербайджана и никак не воздействовала на ситуацию. Поэтому сейчас мы видим то, что происходит новый этап взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном из-за новой политики, которая ведется сейчас в этом регионе, ну и также из-за того, что Европейский Союз и Турция стараются решить данный конфликт мирным путем, потому что они видят то, что данный конфликт должен иметь какой-то логический конец и чтобы уважался севаритет как и Армении, так и Азербайджан. Дмитрий, в Ереване находится специальный председатель Евросоюза по Южному Кавказу Тойву Клару. Он полетит и в Баку. Насколько эти визиты связаны с переговорами в Вашингтоне? Возможно, конечно же, они связаны с переговорами в Вашингтоне, потому что все-таки европейская... Или у Евросоюза своя повестка? У Евросоюза, конечно же, есть своя повестка, но она все равно связана с политикой Соединенных Штатов Америки, потому что понятно, что Соединенные Штаты Америки имеют большое влияние на политику Европейского Союза, но Европейский Союз, конечно, рассматривает регион Кавказа как тоже регион важный, имеет большую связь с политикой Европейского Союза, и, конечно же, успех Европейского Союза в этом регионе даст определенный повод, то что Европейский Союз умеет решать какие-то определенные конфликты, потому что еще не было такого кейса, когда Европейский Союз решал какие-то конфликты, ну, как бы имел большое влияние. Сейчас этот кейс, возможно, будет на территории Нагорного Карапаха, то есть будет решен тот конфликт, который был уже много лет, и это даст определенную позитивную повестку для Европейского Союза в этом регионе, потому что мы не забываем, что там также есть и Грузия, которая хочет быть частью Европейского Союза, также и другие страны, которые хотят присоединиться к Европейскому Союзу, и, возможно, этот будет кейс полезен для Европейского Союза, для внешней политики. Что интересно, опять накаляется ирано-азербайджанское отношение. Какая почва на этот раз, Дмитрий? Ничего не изменилось, впрочем, потому что все равно Иран, как и сейчас с афганами, с талибами, идет конфронтация из ресурсов. Также с Азербайджаном исторически, потому что все-таки Иран рассматривает территорию Азербайджана как часть своей империи персидской, и, конечно же, эти разногласия, они всегда были. Хоть и они празднуют одни и те же праздники, хоть и их объединяет те же взгляды и та же религия, все равно же происходят определенные конфликты из-за того, что и у Ирана есть своя политика, распространение своей идеологии, так же, как и на территории Ближевого Востока, так же и на территории Кавказа. И, конечно же, эта конфронтация будет наблюдаться между Азербайджаном и Ираном, потому что все-таки Азербайджан поддержал и стал частью Турции, того турецкого проекта. И, конечно же, Ирану это не нравится. Иран все-таки, у него своя внешняя политика и свои интересы в этом регионе. Нельзя забывать, что Иран все равно, у него есть свои интересы, и он все равно свои интересы будет продвигать в этом регионе, несмотря на все. То есть и это связано с нынешней ситуацией? Конечно же, да. Все-таки Иран всегда рассматривает политику из прошлого. Все-таки люди, народы Бежевого Востока всегда рассматривают политику из событий прошлого. И, конечно же, Иран занимается этой политикой и на территории Бежевого Востока, где он противникает свои интересы через призму религии, через призму прошлого. И, возможно, эта конфликтация связана с событиями прошлого, но и также с тем, что, как я сказал, у Ирана свои интересы в этом регионе. Правительство Азербайджана идет в противовес этим интересам, поддерживая политику Турции, которая, хоть и Турция является близка к политике Ирана, но все равно у Турции свой проект, и этот проект отличается от проекта Ирана. Вот какая интересная информация поступает из Ирана. В Иране провели презентацию гиперзвуковой ракеты, называется «Фатах». Это «Победа» как бы переводится. Символично, нет? Конечно же, это идет как определенный посыл Соединенным Штатам Америки и Израилю, потому что мы знаем, что Иран сейчас рассматривает Израиль как своим главным противником. И это определенный месседж Израилю и союзникам Соединенных Штатов Америки, все-таки потому что Иран очень профессионально воспользовался технологиями, которые есть у Соединенных Штатов Америки для того, чтобы создать свое собственное оружие. Даже если мы рассматриваем беспилотник «Шахет», которые также были воспользованы те технологии, которые воспользуются в американских беспилотниках, также и современные ракеты, которые сейчас модернизируют Иран. Это, конечно же, как я сказал, определенный месседж Израилю, потому что нельзя забывать то, что Израиль бомбил или даже использовал дроны и беспилотники для того, чтобы бомбить территорию Ирана. Важный, стратегический, конечно же, сейчас из-за этой конфронтации Иран хочет показать то, что у него есть собственное оружие, и это оружие он может воспользоваться в любое время.